Добрый день, уважаемые коллеги! При наличии любого онкологического заболевания, а уж тем более онкогематологического заболевания у пациента нарушается дисбаланс в сторону преобладания процессов катаболизма в организме, а уж при добавлении специализированного лечения организм человека попадает в неконтролируемый шторм, и задача врача в этом случае поддержать резервы организма и восполнить энергетические затраты. На сегодняшний день существует достаточно большое количество исследований. Проблема изучается на протяжении последних, наверное, 10 лет более активно. Во всех исследованиях есть одна достаточно серьезная проблема с точки зрения их доказательности относительно того, что нет рандомизации в этих исследованиях, также нет достаточно однородных групп сравнения, то есть в основном это заключается в эти исследования пациента с различными диагнозами, а уж тем более, что самый важный недостаток это практически все пациенты с аутологичной аллогенной трансплантацией, они между собой перемешаны, поэтому нельзя судить объективно результаты этих исследований. А также в основном это ретроспективный анализ, то есть нету проспективного включения. Основной целью нутритивной поддержки является банальное обеспечение энергетической потребности организма во время лечения, но сейчас предпринимаются попытки доказать влияние питания на восстановление пациентов после трансплантации, на частоту инфекционных осложнений, на потребность в гемотрансфузиях, на время приживления трансплантата. Также есть исследования, которые пытаются найти зависимость нутритивного статуса пациента и течение реакции трансплантата против хозяина. Первым этапом при планировании нутритивной поддержки является определение колоража суточного. Существуют различные мнения различных центров. На самом деле наиболее интересный опыт это опыт швейцарских центров, которые в кантоне Арау. Это клиника, которая является основоположником всех рекомендаций по нутритивной поддержке Европейского общества трансплантологов. Они говорят о том, что после анализа всех данных со всех центров швейцарских, где-то 30-35 килокалорий на килограмм в сутки – это оптимальный колораж у пациентов во время трансплантации, как аутологичный, так и аллогенный. 40-60% суточного колоража должно приходиться на углеводы. Потребность в белке составляет в среднем 1,5 грамма на килограмм. Однако при развитии тяжелых инфекционных осложнений и развитии реакции трансплантата против хозяина, эта цифра может увеличиваться до 2 грамм на килограмм в сутки. Огромное количество исследований, как и, наверное, в любой области, это у наших китайских коллег, они исследуют практически все. Но их данные показывают то, что достаточное снабжение белком пациента, использование протеиновых смесей улучшает время приживления трансплантата во время аллогенной трансплантации. Немаловажную роль влияют и витамины, витамин D и витамин A, это наиболее изученные микронутриенты, которые косвенно могут влиять на восстановление пациента во время трансплантации. Витамин D, в частности, влияет на работу практически всех иммунных клеток и выступает кофактором многих регуляторных реакций. Витамин A, в свою очередь, участвует в регуляции экспрессии генов путем длительного каскада реакций, он запускает процессы репликации клеток также. Что касаемо витамина A, то в детском госпитале-ценценате было проведено исследование, которое исследовало уровень витамина A до начала трансплантации, и как низкий уровень витамина может повлиять на исходы аллогенной трансплантации. Оказалось, что у пациентов, у которых была медиана уровня витамина А меньше нормы, сталкивались с более тяжелыми формами реакции трансплантат против хозяина. Витамин D, это, пожалуй, тот фактор, который тоже влияет огромную роль при трансплантации. И пациенты, которые получают трансплантацию, находятся в зоне риска дефицита витамина D. И Memorial Sloan Catering Cancer Center, они предложили свой протокол коррекции уровня витамина D еще на этапе подготовки пациента к трансплантации. И этот протокол показал свою эффективность в отдаленных последствиях. То есть пациенты лучше восстанавливали уровень витамина D после трансплантации, и их уровень был значимо выше по сравнению с пациентами, которым не применялась рутинная коррекция витамина D. Глутамин и омега-3 жирные кислоты являются иммунонутриентами и могут быть добавлены к нутритивной поддержке. И есть данные некоторых метаанализов, которые показали то, что есть незначительное улучшение в влиянии на развитие РТПХ и в исходе инфекционных осложнений частоте инфекции в группе, которая получает рутинные иммунонутриенты. В частности, глутамин, если брать этот же метаанализ, он показал то, что добавление его снижает частоту мукозитов. То есть еще до начала трансплантации, если давать глутамин, то мы можем выиграть в частоте мукозитов и также потенциально можем выиграть в частоте инфекционных осложнений. При выборе доступа питания, то есть все равно есть золотое правило, если есть возможность питать пациента интерально, то есть давать ему пероральное питание в варианте различных сиппингов, это значимо лучше, это улучшает и общую выживаемость пациентов, а также снижает риски инфекции, потому что паранатуральное питание ассоциировано с более высокими рисками развития тяжелых форм инфекций. Собственно, предыдущие два исследования не вошли в большой метаанализ, который показал то, что интеральное питание чуть лучше в отношении мукозитов тяжелой степени, то есть снижает их риск и в общей выживаемости стадневной посеологенной трансплантации. Нутриционный статус пациента тоже это самый, наверное, изученный показатель, и пациенты в хорошем нутриционном статусе имеют лучшие исходы своего лечения и восстановления после лечения. Если говорить об аутологичной трансплантации, то есть одно исследование, которое было опубликовано буквально год назад, это исследование Пенсильванской детской больницы. Там было показано то, что рутина назначения нутритивной поддержки и нутритивный статус может влиять на продолжительность пребывания пациента в стационаре, на частоту трансфузии тромбоконцентрата. Причем это исследование, оно тоже несовершенно, потому что в него вошли практически все пациенты, это и острые ликозы, и лимфомы, и орфанные заболевания. Споры в настоящее время касаются нитропинической диеты. Слава Богу, в 2019 году Европейское общество трансплантологов эти споры разрешило на основании метаанализа, который был опубликован еще в 2015 году, но он перепроверялся, и оказалось, что нитропиническая диета как таковая не снижает риски тяжелых инфекций. Однако есть все равно большая поправка, то что есть ряд ограничений для даже адаптированного питания у этих гематологических больных. В рекомендациях это тоже указано, что все-таки нельзя сырые продукты, которые никак не обработаны, напрямую с прилавка есть. То есть это не допускается до сих пор. Есть сводные алгоритмы назначения нутритивной поддержки Европейского общества трансплантологов. На нем, наверное, подробно не буду останавливаться. Отмечу, что все равно выбор нутритивной стратегии должен быть пошаговым. То есть первоначально мы пытаемся добавить к нормальному рациону пациента дополнительное питание, потом перейти уже на какие-то более сбалансированные энтеральные смеси. Если энтеральное питание не восполняет дисбаланс, то уже подключать тогда парантеральное питание, то есть максимально откладывать этот момент. Во время проведения трансплантации пациент, на мой взгляд, самый важный момент – это то, что пациент, используя опросники, которые разработаны либо в клиниках, либо можно использовать уже готовые шаблоны, он должен самостоятельно учитывать свой колораж. Это является очень важным в моменте комплайнса пациента и врача. И очень часто пациенты, бывает, упускают этот момент, отказываются от еды, а когда у них перед глазами есть график, по которому они должны действовать, они обычно соблюдают суточный колораж. Ну и на экране представлены параметры, которые нужно контролировать во время проведения будь то аллогенной, будь то аутологичной трансплантации. Наш центр имеет, наверное, в исторических масштабах не самую большую продолжительность лечения пациентов и выполнения трансплантации, но мы накопили тоже собственный опыт, который уже на сегодняшний день достаточно большой, и решили для того, чтобы нивелировать какие-то наши собственные заблуждения, осузить группу пациентов, на которых хотели бы посмотреть влияние системно-натритивной поддержки. Это пациенты с лимфомой Хошкина, которым проводилась аутологичная трансплантация. Так получилось, что начиная с 2017, конца 2017, начало 2018 года, мы стали применять уже собственный протокол нутритивной поддержки, который предусматривал оценку нутритивного статуса еще на этапе до начала лечения, и затем назначать коррекцию нутритивного статуса еще до проведения трансплантации. В эту группу пациентов мы включили 76 пациентов, и в группе контроля находилось 72 пациента, которые по параметрам были сходны с включенными в проспективные части. Первичными и конечными точками стало время приживления трансплантата, восстановление гемопоэза, также оценено количество гемотрансфузий, частота инфекционных осложнений, время их разрешения, и суррогатной точкой может являться бессобетийная выживаемость, которую мы еще на сегодняшний день не можем достоверно определить, и это находится в процессе выполнения. Если рассмотреть контроль группы эксперимента, то это достаточно равные группы получились. Единственное, обращая на себя внимание, что в экспериментальной группе мы чаще выявляли гипотрофию у пациентов за счет использования рутинного определения лабораторных показателей, то есть элементарный общий белок, креатинин, мочевина и альбумин, уже могут нам подсказать о том, находится пациент в группе риска по нутритивной недостаточности или нет. И что касаемо результатов, то продолжительность фибринной нейтропении, снижение риска развития саркопении у пациентов оказалось ниже в экспериментальной группе, также темпы снижения индекса массы тела оказались ниже в экспериментальной группе, и частота трансфузии тромбоконцентрата статистически значима тоже оказалась ниже. В то время как мы ожидали, что нутритивная поддержка потенциально может повлиять на частоту трансфузии ретроцитарной взвеси или время восстановления гемопоэза, она не показала по промежуточным результатам статистически значимой разницы. Таким образом, добавление системной нутритивной поддержки сокращает время приживления трансплантата, может сокращать продолжительность фибринной нейтропении, но нету статистически значимой разницы во времени восстановления гемопоэза и частоте трансфузии ретроцитарной взвеси. И если брать более узкую группу пациентов, которые на момент трансплантации все-таки находились в состоянии пониженного питания, то есть их нутритивный статус был неблагоприятный, то добавление энтерального и прантерального питания одномоментно, то есть начиная с плюс второго дня трансплантации, дополнение к обычному рациону, комбинация питания уменьшает риски инфекционных осложнений практически в три раза. На этом, собственно, наш скромный опыт продолжается, и в дальнейшем будут представлены другие результаты, но на сегодняшний день промежуточные результаты таковы. Буду рад ответить на ваши вопросы, если они есть. Продолжение следует...